Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала Магия Успеха Второй Самопознания. Меня зовут Наталья, кто со мной еще не знаком. Сегодня предлагаю раскрыть тему, что же чувствует к вам загаданный вами человек, его истинные чувства, что у него на душе по отношению к вам. Сейчас, пожалуйста, расслабьтесь, примите удобное положение, вариант будет один. Внимательно слушайте сигнификацию, описание ситуации между вами. Если почувствуете, что у вас внутри отвлекается, резонирует, тогда продолжайте смотреть. Но всегда говорила, говорю и буду говорить, что случайности не случайны. Если вы нажали на кнопочку play, то в любом случае для вас здесь есть некие подсказки. Пожалуйста, подумайте о загаданном человеке, произнесите его имя, дату рождения. Также подумайте, пожалуйста, о себе. То же самое, произнесите свое имя и дату рождения. Постарайтесь, чтобы вас никто не отвлекал, бросьте все ненужные мысли. Вообще постарайтесь ни о чем не думать и так далее. Слушайте, отдыхайте, расслабляйтесь. Давайте будем смотреть, что нам сегодня откроет. Какую тайну нам будут открывать высшие силы через карты Таро. Поехали. Что на сегодняшний день между вами? Какова ситуация, да? Что происходит между вами? Что происходит между вами? Что происходит между вами? Сейчас в основном мне выходит очень много действий со стороны женщины. Давайте все по порядку. Смотрите, здесь сразу выходит мне королева жезлов. То есть, девочки, это вы. Вы очень яркая, вы очень красивая, вы, возможно, даже с рыжими волосами. Ну, как вариант, но это не обязательно, конечно, да? Очень огненная, очень страстная, свободолюбивая. Знаете, такая загадочная. И это женщина, которая на самом деле гуляет сама по себе. Она сама себе на уме. Но в ней есть, знаете, такая чертовщинка. Возможно, у вас даже имеется дома черная кошка. Или просто кошка. А кошка, как правило, она имеет такой... Некий такой магнетизм, да, колдовство. Ну, условно, да, мы говорим. Что-то такое связанное с какими-то такими мирами. Которые обычные люди на самом деле не видят. Но вы, девочки, реально можете это где-то чувствовать. Своей интуицией. Возможно, здесь меня девочки смотрят практики, которые относятся каким-то либо образом, допустим, к той же самой эзотерике, да? Возможно, здесь очень хорошие девочки-психологи, да? Может быть, вы изучали НЛП и так далее. Вот смотрите, здесь идет такое ощущение, что на сегодняшний день как-то вы создаете, вот именно вы создаете тот уют, тот комфорт, чтобы было в вашей паре. Вы прилагаете к этому все усилия. Вы пробуете разные способы. Вы абсолютно, я не знаю, так как вы женщина очень творческая, вы действительно можете проявлять даже какой-то свой вот этот яркий потенциал и внедряете его в эти отношения. То есть вы даете развитие этим отношениям на самом деле. И вы еще можете управлять этими отношениями. То есть вы ими рулите. То есть, если, допустим, вы хотите действовать, вы действуете. Если вы не хотите, вы не действуете. Но у вас идет все равно некий подтекст. Вы просто так делать ничего не будете. Здесь вам, у вас здесь есть некая, знаете, как-то не то, что своя выгода, а мне надо добиться того, чего я хочу. Как правило, королева Жезлов, она всегда ставит задачи перед собой. И она будет разными путями находить способы по достижению той цели, которую она себе поставила. И вот здесь у вас, девочки, однозначно есть некая цель, которой вы стремитесь, которую вы хотите получить. Вы делаете это с неким расчетом. Я не вижу пока здесь между вами вот какой-то такой любви, ничего такого я пока не вижу. Здесь просто желание. Есть определенное желание, и вы хотите, чтобы оно исполнилось. У каждого девочки желание будет свое, понятное дело. Именно для этих отношений. Именно касательно того мужчины, на которого вы сегодня смотрите. Вы действительно можете очень много вкладываться. И, возможно, даже где-то чересчур вы перегибаете палку, вкладываетесь в эти отношения. Но еще раз повторюсь, это своего рода ваша манипуляция. Выгод. Понимаете, здесь какая история идет? Вы действительно как некий стратег, который разработал уже план по захвату некой, я не знаю, крепости, там, ну, всего чего угодно. Но в данном случае по захвату вашего загаданного человека вы действительно от него что-то хотите. И ваши все действия, они манипулятивные, понимаете? Они непростые. Нет. Это не такие действия, которые, вот, знаете, Вася, я твоя навеки. Здесь вообще не об этом. Вы здесь хитрите. Королева жезлов, она еще и хитренькая. Эта женщина далеко не простая. У нее есть свой определенный расчет. Сейчас мне идет, что, вот, вообще, какова ситуация между вами. Вы здесь что-то готовите. Вы специально готовите почву. Для того, чтобы потом нанести, возможно, какой-то некий решающий удар. Или, знаете, здесь даже может пройти такая история. Возможно, для кого-то даже это проиграется. А месть, как правило, подают, как, ну, холодное блюдо. Вот здесь что-то об этом. Да. Здесь что-то об этом. Вот вы свои чары, понимаете? Вы свои чары как-то вот распространяете, завлекая мужчину в свои же собственные, так сказать, сети, ловушки и так далее. Вы его приручаете. Давайте так скажу. Вы его реально приручаете. Что-то вы такое творите, делаете. Девочки, напишите в комментариях, что у вас там такое интересное. Но это, понимаете, вы не просто так двигаетесь. Нет. Здесь некий расчет идет. Здесь идет некий расчет. Но вот со стороны мужчины я еще тоже могу сказать. Здесь тоже мужчина далеко не простой, да. Здесь мужчина тоже может быть хорошим манипулятором на самом деле. И вы, возможно, от него добиваетесь равноценного обмена. Он, скорее всего, вам не дает этого. И вот такое ощущение, что где-то вы его пробиваете. Реально вы его пробиваете на что-то. Хорошо. Давайте посмотрим все-таки, в каких энергиях вы находитесь относительно загаданного человека, да. В каких вы энергиях находитесь относительно загаданного человека. Вот, девочки, еще раз, да. Вы что-то пробиваете. Семерка жезлов. Это не только я защищаю, допустим, свои какие-то границы и все остальное прочее. Нет. Здесь еще такая яркая карта. Солнечные лучи, вот они пробиваются через, там, что-то такое вот. Какой-то вот, ну, какую-то защиту, будем говорить, да. Вы реально что-то пробиваете. Вы его пробиваете. Еще в каких энергиях вы находитесь по отношению к этому человеку? Угу. А вы вершите, девочки, некий свой суд. Вот то, что вы сейчас делаете, вы считаете, вы делаете все правильно. Взвешено, взвешено, с неким расчетом. Вот не зря я говорила, что здесь у вас разработан некий план. Вы очень серьезно, кстати, настроены. Очень серьезно. И вам сейчас очень важно, для вас очень главное получить тот результат, на который вы рассчитываете, который вы хотите. Вы все четко продумываете. Каждый свой шаг, каждое свое слово, каждое свое действие. Или, возможно, даже бездействие. Тем самым вы пробиваете. Это тоже здесь может быть. Если, девочки, вы реально молчите по четверке жезлов, то есть вы находитесь в какой-то определенной своей зоне комфорта, да, и как бы оттуда не выходите, не даете никаких сигналов, ничего, тем самым вы тоже самое. Вы тоже пробиваете вот какую-то защиту, которую, допустим, выстроил ваш загаданный человек. Понимаете? Своим бездействием вы тоже влияете на него. В каких энергиях находится загаданный вами человек по отношению к вам? В каких энергиях находится загаданный вами человек по отношению к вам? В каких энергиях? Девочки, ну, он горит страстью, ему хочется с вами общаться. Он прекрасно понимает и осознает, что вы та женщина, которая может ему что-то новенькое дать. Ваше общение, оно на нем благотворно, на него очень благотворно влияет. У него, знаете, ну, жить хочется человеку, да, творить хочется, действовать хочется, да. Как-то, возможно, здесь жезлы идут как-то двигаться вообще по жизни, то есть вы даете ему какой-то некий стимул. И с каждым разом вы по тройке Пентакли, вот понимаете, вот это общение, оно постоянно обогащается. Вот сейчас он хотел бы с вами взаимодействовать, это в любом случае. Он горит, у него нормальное, адекватное желание как взрослого мужчины к женщине. Он вас хочет сексуально, он хочет с вами интимного диалога, это здесь безусловно. Но здесь все равно, понимаете, этот интимный диалог у него тоже идет с неким расчетом. Вот с его стороны все-таки выходит маг, да, он тоже хороший манипулятор, замечательный манипулятор. То есть человек, который тоже не будет действовать просто так, у него тоже свои какие-то определенные цели. Но смотрите, человек все равно, скорее всего, будет зажимать какой-то свой ресурс, а хочет больше взять с вас. И поэтому здесь, скорее всего, девочки, вы идете на тот шаг, на тот шаг, чтобы все-таки была какая-то уравниловка. По аркану справедливости для вас это очень важно. Да и вообще это будет правильно на самом деле, да. Вы его на что-то вынуждаете на самом деле. А он действительно, по троге Петакли, он уже хочет, и по тузу жезлов он действительно рвется и желает с вами общения. То есть вы его уже потихонечку начинаете доводить до какой-то определенной кондиции. Либо своим бездействием, либо конкретно какими-то своими действиями. И смотрите, девочки, все-таки интересно, да. Вот здесь выходит принцесса Пентакли, и ваши шаги, они поступательные. Но они поступательные, они бьют точно в цель. Вот в десятку, понимаете. Если это мелкие какой-то там, я не знаю, может фотку где-то выставили, допустим, в тех же соцсетях, да, какой-то там статус написали, понимаете. Вот этими мелкими шажочками вы бьете четко в цель. Ну или какие-то другие действия у каждого будут свои. Вы пока заинтересованы в этом человеке, однозначно. Если вы смотрите чисто из любопытства, да, если у него чувство к вам или нет, и вы вообще, как бы, ну, ни от него ничего не нужно. Ну тогда, может быть, скорее всего, это будет не ваш расклад. Вот здесь женщина, она реально действует. Но опять-таки, в молчанке это тоже действие, понимаете. Бездействие это тоже действие. Поэтому, кто знает, девочки, если вы ничего не хотите, то загаданный вами человек в любом случае что-то от вас тоже желает. Ну и давайте будем смотреть тогда. Раскроем вопрос, какие у него чувства к вам. И хочется, вообще, какой он вас видит, да. Вот тут нам вышла королева жезлов, а какой он вас видит? Давайте посмотрим, раскроем вот этот момент. Какой он вас видит? Какой он вас видит? Очень яркая колода, мне очень так нравится она. Какой он вас видит? А он видит вас, что вы женщина, очень серьезно настроенная. У вас есть какие-то свои планы, но он больше думает, что вы сейчас погружены в какую-то свою работу. Вы прям активничаете, вы прям действуете. И для вас это очень важно, для вас это очень серьезно. Но, возможно, также есть какие-то, знаете, небольшие трудности, но с которыми вы справляетесь. Подходя, находя какой-то, знаете, вот какой-то у вас свой подход, понимаете, глубинный. Здесь, если вы начинаете заниматься какой-то деятельностью, какой-то работой, да, вы поверхностно это не делаете, понимаете, вы углубляетесь. Здесь, ну, здесь я могу сказать, как на качество. Не на количество, а на качество. Вот он вас такой видит, знаете, неким каким-то трудоголиком. Понятное дело, что вас тоже он видит очень ярко, жизнерадостно, всегда стремящийся вперед. Не лентяйка, нет. Женщина очень трудолюбивая, женщина очень харизматичная, очень яркая. Он видит в вас вот эту жезловую энергетику, огненную, страстную, да, и также почему-то у него в мыслях идет, знаете, такое, между нами есть разница. Вот однозначно что-то такое между вами присутствует, но, знаете, как идет, он это понимает, он это осознает, но это для него никакой роли не играет. Давайте так скажу. Разница может быть абсолютно любая, да, статусе, вероисповедание, разница в возрасте и так далее. Вот он где-то это понимает, но для него это не очень важно. Как-то он все равно вот эту историю немножечко пропускает, да. Хорошо, давайте дальше смотреть, что он к вам чувствует осознанно. Вот то, что он понимает, то, что он к вам чувствует. Что чувствует к вам загаданный человек осознанно? Что чувствует к вам человек осознанно? У него вот внутри по отношению к вам, в чувствах, очень сильные глубокие переживания. Девочки, здесь может быть проиграться так, что то ли он вас как-то недооценил, давайте так вот скажем, да. То есть он, возможно, изначально не понимал, с кем он имеет дело, насколько вы мощная, насколько вы сильная. Имеется в виду по характеру, да. Скорее всего, этот человек даже не догадывался и где-то там себе даже и предположить не мог. У него идут какие-то переживания по девятке мечей, да. Человек вот прям очень сильно расстраивается. И у него есть свои личные, собственные страхи относительно вас. Относительно вас. Потому что ему с вами очень ярко, страстно, счастливо. Но так как он этого не получает, скорее всего, у человека идет глубочайшее переживание. Девочки, он что-то где-то, то ли он вас обидел, прям жестко обидел, да. И он, естественно, теперь за это очень сильно переживает. Обидел здесь, может быть, начиная от того, что человек вам что-то пообещал, но не выполнил, заканчивая, ну, неким предательством. Здесь тоже это может пройти. И он за это очень-очень-очень сильно переживает. И даже, ну, ночами тоже, как говорится, не будет спать. И знаете здесь большее, что идет? Он себя накручивает. А еще у него по отношению к вам внутри это ревность. Человек вас ревнует. И он это прекрасно осознает. Потому что Аркан Солнца – это еще четкое осознание. Мы же спрашиваем, вот то, что у него в сознании сидит, да, по отношению к вам. Он переживает за свои же собственные эмоции по отношению к вам. Ему что-то болезненно. Как, знаете, как некая совесть даже его мучает. И он где-то вас недооценил. Он вас где-то недооценил. Хорошо. Что ты еще чувствуешь? Переживания мы увидим. Ну, девочки, понятно. Человек просто так переживать не будет, да? У него в любом случае к вам есть некие чувства, эмоции. Давайте посмотрим, что еще к вам чувствует человек. Что еще к вам чувствует человек? Что еще он к вам чувствует? Ну, сейчас, девочки, ну, это однозначно. Ух. Ну, девочки, он в полной вашей власти, я так скажу, да. Но, понимаете, здесь у него чувство, он помешал, вот такое ощущение, он помешался на вас. Он, такое ощущение, он реально, он бредит вами. Вы ему можете везде видеться, вы можете ему сниться во сне. Я не знаю, конечно, какие-то сны у него могут быть, да? Там, может быть, по пятерке мечей реально там бойня какая-нибудь проходит, и он просыпается в холодном поту, может быть, действительно там что-то такое. Но потом пытается себя успокоить по аркану солнца, да? Это же был всего лишь сон, он понимает, да? Ну, девочки, однозначно, у него к вам есть чувства, но эти чувства, они смешанные, вот прям вот с безудержной страстью, с сексуальной страстью по отношению к вам. Тут еще и восьмерка жезла. Мужчина очень сильно вас желает, как женщину. Прям у него крышу сносит. У него сердце стучит, оно у него вылетает. Он, знаете, вот стиснув зубы, он вот в таком примере уже состоянии находится, потому что терпеть, такое ощущение, что у него уже нет мочи. Мало того, что он там себе все накручивает, переживает, расстраивается. Понимаете, у него есть бешеное желание по отношению к вам, а оно не может реализоваться. Если бы легко так было, все реализовано было бы, у него не было бы этой девятки мечей, она бы сейчас здесь не вышла, понимаете? А он не может успокоить вот этого своего внутреннего товарища, пятнадцатого аркана. Он не может его успокоить, он не может его утихомирить. Здесь у человека действительно может, он в каждом прохожей, в каждой прохожей женщине будет видеть ваше лицо. Возможно, он где-то встречает ваши имена, возможно, он где-то слышит ту музыку, которая как-то ранее вас объединяла. Либо еще что-то, какие-то подобные темы, понимаете? Вот у него чаша переливается, она реально переливается, эта чаша. Десятка пентаклей. Но вы для него идете как вот самый близкий, самый родной человек. Вы можете быть, конечно, его и супругой. И на сегодняшний день вы от него что-то там пытаетесь добиться, да? И сейчас там устроили ему какую-то, знаете, такую некую взбучку. Ну, мало ли что у вас там может произойти, да? И также, может быть, вы, если не являетесь его супругой, то в любом случае, если он там глубоко женат будет, да? Вы все равно для него та женщина, которая, по его мнению, вы четко подходили, вы для гармоничной пары. Опять, да, вы можете написать, почему тогда, к примеру, он не со мной. Разные обстоятельства, разные могут быть причины. Может быть, у человека там, я не знаю, какие-то прям серьезные обязательства. Может быть, родители, может быть, там дети, может быть, там еще там, я не знаю, работы, карьера. То есть, на кон все поставлено, понимаете? Ну, чаша весов, да? У вас своя чаша весов, у него все равно своя будет чаша весов. Вы все равно, вы разные люди. У каждого будет свое, понимаете? В любом случае свое. Но вы заинтересованы друг другом. Вы со своей точки зрения, он со своей точки зрения. У него однозначно к вам есть чувства. И эти чувства, на самом деле, они для него уже очень болезненные. Они для него ненормальные, девочки. Это не то, что вот прям такая яркая, светлая любовь, да? Нет, это боль, понимаете? Сильная боль, которая бьет. Ну, так, честно говоря, вот при таких арканах, которые вышли, человеку так и недолго в психушку загремит. Потому что, понимаете, в нем есть много потенциала, есть много энергии, еще и туз жезлов, туз придачу, да? Много. А это девать некуда. Понимаете? Это все нереализовано. И представляете, вот это все наслаивается и наславится, и потом это может в одночасье, даже в одну секунду, в одну минуту, вот так все резко перевернуться и в такой негатив вылиться. Потом будет всем мало, просто потом реально будет всем мало места. Человек как разойдется, как разбушуется, и сам не рад в состоянии эффекта вообще, что потом натворил и что сделал. Это на самом деле такие опасные штуки. Психологические травмы отсюда вот у нас и происходит, и получаются, да? Хорошо. Что у человека на подсознании? Что у человека на подсознании по отношению к вам? Что у человека на подсознании? Девочки, у него на подсознании, что он хотел бы быть вашим главным мужчиной, потому что вы идете для него королевой чаш любимой женщиной. Он вас действительно любит? Так, как умеет, любит девочки. У всех тоже любовь, она же разная. Вот как этот человек умеет любить, так умеет любить. Император, он, выходит император, да? Он, конечно, сухарь, но если рядом с ним будет женщина, и которая действительно как бы будет ему подстать, вот прям с ним в одной струе, да, вот прям понимать этого человека, и он вас будет понимать, если вы четко войдете в тандем, поверьте, он будет вам целовать ножки, он будет целовать песок, по которому вы будете ходить. Понимаете? Он вам будет признаваться в чувствах, он вам все подарит, он вам все к вашим ногам положит, как говорится, да, принесет. Но это только в том случае, если рядом с императором будет императрица. Вы пока идете в статусе королевы кубков. Любимая женщина. Женщина, которая действительно может подарить ему любовь, может подарить ему чувства. У него к вам очень сильное желание, страстное, импульс. Мужской реально импульс. Он вас хочет, он вас желает. Он желает, чтобы вы были с ним вместе. И чтобы он взял, возможно, даже где-то за вас ответственность. И для кого, девочки, это будет актуально, он хотел бы, чтобы вы родили ему ребенка. Для кого это только актуально? Он бы хотел, чтобы вы стали мамой его детей. Но это у него на подсознании. Вы мне можете сказать, что какой-то очень сладкий получился расклад. Здесь далеко не сладкий. Вот и на дне колоды императрицы. Девочки, я больше ничего не буду докладывать на самом деле. Вы реально, вы можете стать той женщиной, которая будет подстать этому человеку. Здесь, конечно, может пройти такая информация. Опять-таки, не для всех, потому что смотрит разное количество людей. У этого человека уже есть императрица. Понимаете? Но, скорее всего, эта императрица не выполняет роль той императрицы. Если бы так было бы все круто у них, да, то он вряд ли бы показывал сейчас в картах, что вы его любимая женщина. Значит, с той стороны что-то идет не так. У каждой женщины своя тактика. У каждой женщины есть свои весы, своя правда и своя техника по подходу к мужчине. Поэтому здесь вот так. Но если вы четко уверены, четко знаете, что у него нет никого, кроме вас, девочки, вы реально для него можете стать самой, что ни на есть, важной женщиной во всей его жизни. И поверьте, вы будете очень круто жить. У вас все будет. Потому что император, он делает все для того, чтобы его дом, его семья процветали. Вот такой получился расклад. Пожалуйста, пишите в комментариях, как с вами резонирует, как проигрывается. Вот такие вот чувства к вам испытывает загаданный человек. Ему трудно. Вам тоже, думаю, не менее трудно. Предполагаю даже где-то примерно, да. Но вы все равно молодец. Вы королева жезлов, вы ведете свою политику, вы ведете свою тактику. Девочки, если вы считаете, что вы делаете это все правильно, как говорится, в добрый час, в добрый путь. И пусть у вас все получится так, как вы запланировали. Я с вами надолго не прощаюсь. Увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok